Я рос, ненавидя евреев. Если мы видели в округе еврейского мальчика, мы хватали его, загоняли в угол, отрезали ему пейсы и кисти, свисавшие с его рубашки, и выбрасывали его кипу. Помню, как однажды я взял туфли одного парня и начал бить его ими. Я говорил себе, Шарбель, то, что ты собираешься сделать, заденет их честь и достоинство, заставит их почувствовать то, что чувствовала моя семья в то время. Мои родители, мои бабушки и дедушки, и их родители родились в деревне под названием Бирам. Израильская армия пришла и попросила их покинуть деревню. Но когда они попытались вернуться через время, о котором говорили военные, им сказали, вы еще не можете вернуться. Им сказали, что они могут вернуться через 15 дней, но это обещание осталось невыполненным до сего дня. Потому что сейчас, примерно 70 лет спустя, люди из этой деревни все еще мечтают возвратиться в Бирам. Это оставило шрам. Это вызвало у меня глубокую ненависть к израильтянам. Все, чего я желал, это причинить им вред. Как израильский араб-христианин, я рос, думая, что Ишуап — это бог христиан. У мусульман есть Мухаммед, у евреев есть Машер Абейну, Авраам, у них есть много всех. Но для нас — Ишуа. И это все, что я знал об Ишуа. Я отправился в путешествие и познакомился с этим человеком, парнем по имени Дэвид. Мы очень хорошо поладили, он был американцем, поэтому мы говорили по-английски. Дэвид был для меня как старший брат. Он так много всего дал мне. Он разрешал мне водить его машину и оставаться самому в его доме. Что говорило мне, он по-настоящему мне доверяет. Поэтому я очень полюбил его. Дэвид пригласил меня в свою общину. Я помню, как поднялся по ступенькам и открыл дверь, затем прошел через еще одну дверь и затем впал в шоковое состояние. Во-первых, я увидел огромную минору, даже кого-то с кипой на голове. Куда бы я ни посмотрел, я видел такие вещи, как флаг Израиля. Кто-то отрубил в шафар. Минуточку, с церковь, с минорой? Они же вообще не сочетаются друг с другом. Я чуть не сошел с ума, я не мог там оставаться. Я вышел, но почувствовал, что кто-то схватил меня сзади. Это был Дэвид. Он сказал, что случилось, Шарбель? Я сказал, Дэвид, зачем ты привел меня сюда в синагогу? Не ставь меня в это положение. Он сказал, Шарбель, я спрашиваю тебя еще раз, что у тебя за проблема с евреями? Я сказал, Дэвид, я ненавижу евреев, я просто не люблю их. Тогда он сказал мне, Шарбель, я еврей. Что? Как ты можешь быть евреем? Ты же американец. Он сказал, знаешь, Ишуа тоже еврей. Ты, должно быть, разыгрываешь меня. Что за бред ты несешь? Ишуа ведь блондин с голубыми глазами, нет? Я упал на колени и сказал, Боже, если это правда, пожалуйста, забери все, что ты хочешь из моего сердца. После того, как это ушло, я почувствовал себя намного лучше. Я ощутил такой мир, такую наполненность любовью. С того момента я перестал смотреть на проблемы и стал частью их решения. Я помню, как в 2003 году мой пастор сел рядом со мной, чтобы поговорить о миссии. Мы переехали на западный берег в деревню под названием Сальфид. Мы хотели показать палестинцам, живущим в этом регионе, любовь Ишуа Машиеха, познакомить их с богом Авраама, Ицхака и Якова. Оказалось, что в доме, который был прямо напротив того места, где я остановился, жило несколько членов Фатха. Однажды я вернулся в дом и увидел, что дверное окно разбито, и я нашел гильзу с запиской, в которой говорилось «Во имя Аллаха Милосердного, если ты не уйдешь в течение 24 часов, эта пуля будет в твоей голове». И, честно говоря, я испугался. Я не знал, что делать. Я повесил эту гильзу на цепочку на шее, выбросил их послание и вложил в нее другое. Если Бог за нас, кто может быть против нас? И я носил это на шее в течение целого года. Иешуа учит нас, как прощать. Он берет наше каменное сердце и дает нам сердце плотяное. Решение этого конфликта между арабами и евреями — это позволить Богу любить моего ближнего, моего врага, через меня, потому что я не могу это сделать сам. Но если Иешуа действительно со мной, Он может сделать это через меня. Он простил меня. Он сделал так много для меня. И когда я выбираю прощать, я переживаю то же чувство. Если я прощен за все грехи, которые я сделал, кто я такой, чтобы не прощать этих людей? Субтитры создавал DimaTorzok